всем добра с вами добрый данил и вот очередной выпуск новостей в россии в ярославле кстати в конце будет хорошая новость про ярославль с программой нашего дня города ну а лично у меня сейчас большая новость это хэштег я независим по которому мы работаем с людьми и с органами власти о том чтобы как можно больше людей использовали этот хэштег и действительно были независимыми ну а теперь к новостям противостояние в екатеринбурге местные жители вышли на акцию протеста против строительства очередного храма в самом центре города в сквере на берегу пруда было решено построить храм святой екатерины территорию оградили забором и начали строительство это очень возмудило екатеринбуржцев которые устроили акцию в защиту сквера горожанной пришли в сквер и снесли металлическое ограждение и утопили их в пруду против них вышли какие-то непонятные люди спортивного телосложения и бандитской внешности так называемые сторонники строительства храма которые просто-напросто стали избивать протестующих причем на глазах полицейских протесты длились несколько дней за три дня было арестовано 96 человек ситуацию прокомментировал президент россии владимир путин он предложил провести в городе опрос и меньшинству подчиниться мнению большинства лишь на четвертый день протестов к екатеринбуржцам вышел мэр города и по его словам опрос все-таки состоится строительство храма до конца его проведения будет заморожено люди в данном случае водятся не с храмом а с несправедливостью и беспределом они отстаивают право на комфортную жизнь в своем городе а тем временем в красноярске мэр города не разрешил строить церковь на месте сквера почему тоже совсем другая вот такие разные мэры тем не менее в интернете есть мнение о том что екатеринбуржцы выходят не против строительства храма а против вдруг возникших девятиэтажек и торговых площадей которые вырастут совместно с планом и даже якобы есть план застройки и это конечно же грустно и грустно это не потому что что-то строится новое и строится какое-то новое жилье а грустно что комфортных мест для отдыха становится все меньше вообще это политика уплотнения никого не оставляет равнодушным а для инновация в москве проходит и многие говорят это очень хорошо сменить старое жилье на новое но дело в том что когда растет этажное строительство плотность населения поднимается и вследствие увеличивается нагрузка на социальные учреждения такие как больницы особенно школы и детские сады парковочные места не всегда предусматриваются транспортные развязки становятся достаточно проблемными и если посмотреть глубже возможно и екатеринбуржцам и не хочется прогуливаться с коляской теперь уже не по парку а ютиться по тротуарам и пропускать несущегося на них представителя высшего сословия а жители архангельской области протестуют против строительства мусорного полигона 6 на которое хотят свозить мусор из москвы и протесты эти одни из самых бурных и массовых стране сначала власти не воспринимали это всерьез и вот как пишут ведомости строительство мусорного полигона на станции 6 будет приостановлено об этом говорится в сообщении правительства москвы возобновить строительство планируют только после общественного обсуждения проекта получения согласований и всех необходимых заключений все-таки небольшая но победа архангелогородцев конечно это больше похоже на попытку потянуть время и пустить пыль в глаза ведь в полном отказе от мусора в столице не сообщается так мы ярославле победили этот мусорный полигон архангелогородцы победят этот мусорный регион ну значит следующий регион который будет дальше получит титул не только мусорной ветки москвы но и видимо еще регион терпил сложная мысль очень надеюсь что любой другой регион будет говорить вы уж ребятушки несмотря на деньги вот свой мусор в своих карманах хранить пожалуйста бога и денег у вас много и на сортировку и на сжигание и на переработку и на компактные брикеты деньги есть и если уж совсем все плохо то вы нам то просто не говорите а просто скидывайте это все дело куда зачем эти публичные открытия полигонов любой житель вам скажет что это не нужно в его в регионе жаль что губернаторы считают что деньги не пахнут но может быть это и не они так считают а им говорят что так надо считать скандал на популярном шоу первого канала голос дети победителем шестого сезона стала девочка из богатой семьи дочь известной певицы алсу и банкира яна абрамова она набрала 56 с половиной процентов голосов зрителей сразу после объявления результатов возникли подозрения в накрутке голосов на микео абрамову первый канал начал свою проверку и вот на днях специалисты групп айби заявили что голоса все-таки накрутили были выявлены телефонные номера принадлежащие одному оператору с которого и отправлялись эсэмэс и звонки за участницу на время проведения проверки эти номера были недоступны вообще вся страна очень сильно возмутилась хотя непонятно чему неужели еще кто-то верит в то что происходит по телевизору это не сценарная работа да да даже прямая линия с президентом вы чё с ума сошли что и если уж это сценарная работа и люди просто недовольны развитием событий то просто надо наверное снять нечто свое хотя с другой стороны очень большая провокационная волна хайпа пронеслась по русскому интернету и даже нашли некий завод на котором сотрудникам выдавали сим-карты и денежное вознаграждение в размере 1000 рублей чтобы они скидывали смс и звонили 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 если по мне это полный бред ну бред какой-то и потому что есть специальные китайские симковые фермы в которой устанавливается хоть тысяча сим-карт и с помощью программатора программное обеспечение само отправляет и смски и звонит делать все что угодно это же дешевле ой непонятно непонятно сразу после финала все начали защищать проигравших детей а победительницу топить справедливость восторжествовала но какое будущее теперь ждет микелу все-таки жаль этих детей которые пострадали из-за амбиций взрослых первый канал аннулировал результаты голосования о чем это говорит о том что в нашей стране все дороги только для богатых 20 мая выйдет заключительная серия финального сезона игры престолов я кстати фанат прямо вообще восьмого сезона фанаты сериала ждали с нетерпением и многих поклонников он разочаровал в соцсетях было много недовольных комментариев по поводу сюжета и киноляпов пожалуй самым нашумевший киноляп это стаканчик кофе из starbucks в кадре который на самом деле оказался травяным чаем хотя кто знает может был это и продуманный маркетинговый ход ведь неплохая реклама получилась для этой кофейни поклонники игры престолов обратились к телеканалу hbo и потребовали нанять компетентных сценаристов и переснять сериал давай по новой миша все они даже создали соответствующую петицию которая подписала более двухсот семидесяти тысяч человек эта новость хорошо перекликается с предыдущей если уж вам не нравится шоу не нравится фильм не нравится сериал и вы очень сильно хотите повлиять чтоб все стало по-другому помогите деньгами 270 тысяч человек это уже почти что армия если учесть что более 100 миллионов было потрачено на весь сезон а самый большой краудфайдинг в мире собрал 87 миллионов долларов то в принципе вполне вероятно можно собрать на краудфайдинге и на нормальные деньги снять нормальный контент правда конечно же все фанатское сообщество раздерется кто кого хочет видеть на троне в живых или в мертвых в интригах и скандалах 25 мая ярославль отметит свое тысячадевятилетие праздновать день города будем с размахом мероприятия пройдут не только в центре но и в каждом районе города праздник будет посвящен году театра один из самых ярких моментов будет концерт группы от петые мошенники который начнется в 10 вечера на стадионе спартаковец а в завершении праздничный фейерверк в акватории волги организаторы подготовили множество всяких активностей на любой вкус и возраст концерты интерактивные квесты спортивные мероприятия фото зоны и театральную тематику сквер на улице андропова развернется городок золотого кольца на улице кирова ярмарка народных промыслов на нижнем ярусе стрелки пройдет гастрономический фестиваль также будет организована молодежная площадка в парке тысячелетия соревнования по скейтбордингу паркуру велотериалу а также танцевальный флешмоб юных ярославцев ждет насыщенная интерактивная программа на площади юности и еще одна изюминка праздничный фестиваль авторских экскурсий город по-новому слава богу что мы в день города ярославля больше не устраиваем фестиваль пиво да ладно хотя с другой стороны скажи мне это лет 17 я бы сказал фестиваль пиво на день города это самое классное событие сейчас как взрослый человек я считаю что и слава богу этого не происходит ну и вообще мы на самом деле слава богу растем в плане и мероприятий насыщенности программы и мы уже не такая уж и деревня конечно же с москвой и с питером бюджетами нам не тягаться но и неплохие группы неплохие активности как обычно перекроют скорее всего весь город поэтому пешочком на велосипеде а я думаю купить себе в машину самокат уж больно много праздников у нас в стране уж больно жестко у нас в городе закрывают центр вот так вот поеду я на самокате дам своему другу же не самокат поедешь со мной может быть и умчимся мы вдаль на блогерских самокатах на дне города на полном дне где мне вот такие новости были у нас в ярославле и в стране которые показались мне интересными свое мнение чтобы вы хотели видеть на дне точнее в день города а также согласны ли вы с тем что игру престолов хотят переснять либо отменили результаты голоса дети может быть вам нравится строительство новых храмов или нет пишите все свои мысли в комментарии а также скидывайте свои новости кстати я тут подумываю о том чтобы найти себе какого-нибудь молодого сценариста комика чтобы он вставлял какие-то интересные тезисы и шутки поэтому если у вас есть кто-то на примете и он готов поработать в команде или может быть за небольшое вознаграждение но я уже не знаю откуда его изыскивать то буду очень рад но с вами был добрый данил всем добра ну все отдыхаем давай с каргалок карл у клары украл кораллы а клара у карла украла кларнет а